У нас здесь сидит, как я уже сказал, гость из Соединенных Штатов Америки. Человек с украинскими корнями, Питер Залмаев. Он говорит по-русски, по-украински, по-английски. Я думаю, что вы сами решите, на каком языке будете говорить. Я так понимаю, у вас накопилось... Мы с вами предварительно говорили, что вы хотели высказать некоторые соображения по поводу Минского процесса, но, как говорится, вам свободный микрофон в руки. Спасибо, Евгений. Вы меня польстили. На самом деле, украинский я пока еще владею слабо, но с этого лета я решил его начать изучать, благодаря, у меня даже в запасе несколько книг, молодых украинских авторов. На самом деле, я действительно хотел бы поднять одну тему, это немножко уклоняется от нашей общей темы, как человек, который родом из Донбасса, как человек, который недавно вернулся из Турне по целому ряду европейских столиц. Мы были с коллегами-политологами и в Берлине, в Брюсселе, в Париже, в Лондоне и в Афинах, где мы обсуждали вопрос Минских соглашений. И, как вы все знаете, в Украине уже неоднократно был послан очень конкретный сигнал, что Минские соглашения должны выполняться от и до, с тем, чтобы не дать возможности Кремлю потом обвинить Украину в их невыполнении. Несмотря на то, что все, конечно же, понимают, что с самого начала Москва не собиралась выполнять эти соглашения, ни Кремль, ни её сателлиты, ни его сателлиты, так называемые ДНР и ЛНР. То есть, и что мы на самом деле сейчас имеем? Мы имеем решимость и замысл Москвы с тем, чтобы использовать эти две республики в качестве троянского коня, чтобы держать всю политику Украины, в частности, внешнюю политику в заложниках, тормозить и блокировать проевропейскую ориентацию Украины. Поэтому в этой связи хотел бы высказать такую вот, может быть, даже крамольную мысль, не пришло ли время начать называть вещи своими именами и официально назвать эти два формирования, ЛНР и ДНР, территориями, оккупированными Россией. И уже отсюда продолжать отношения с этими двумя субъектами. Вы знаете, если мы обратим внимание на почти четвертовековую историю существования Приднестровской Молдавской Республики, то этот пример очень крайне неутешителен. В этой стране, которая уже, так называемой стране, которая уже многие лет, многие годы на протяжении существования пользуется благами соседних цивилизаций, таких как, допустим, молдавскими паспортами, бесплатным молдавским газом. С одной стороны, нелегальной и легальной торговлей через украинскую, по крайней мере, до недавнего времени через украинскую территорию и так далее. За все это время ваты в умах и сердцах граждан Приднестровья не поубавилось. Вы знаете, что благими намерениями, я думаю, что мы не сможем ничего добиться, Украина ничего не добьется, а также, что касается изменения общественного мнения в Донбассе. Поэтому мне кажется, что наступил этот час, наступило время рассмотреть этот вопрос и уже отсюда исходить в своих отношениях с этими субъектами.